Дмитрий Разумов оказался без работы, попав под сокращение. Последний год перебивается случайными заработками. Рассказывает, найти работу сейчас очень сложно. Предлагают или серую зарплату, или вообще отказывают в трудоустройстве. Причина – возраст. Ему больше 45. Хочется, пускай поменьше зарплаты, но белая чтобы была. Плюс к тому же, а хоть и было вроде указания, что без ограничения возраста. Многие все равно придираются. О, 45 старые, о, 50, нам такие не нужны старые. На одной из мебельных фабрик Самары с дискриминацией по возрасту при приеме на работу вопрос решили давно. Главное для предприятия – это квалифицированные и дисциплинированные рабочие. Ведь мебель производят на современном эксклюзивном дорогом оборудовании. И сбои в работе на фирме не приветствуются. Мы с удовольствием берем людей, как и молодых, которые владеют профессией, так и людей и 40, и 50, и даже 60. Мы обязательно беседуем с человеком. Мы хотим понять вообще, что он, хочет ли он работать. Из офисного работника переквалифицироваться у простого рабочего – это очень сложно бывает. Мы показываем цех, мы показываем станки. Если у него есть желание работать и зарабатывать, пожалуйста. У нас официальный трудоустройство, испытательный срок у нас для всех три месяца. Найти свое место в жизни обычно предлагают на ярмарке-вакансии. Они регулярно проходят в разных районах города. На этот раз Центр занятости пригласил 17 предприятий в ДК «Победа». 14 тысяч вакансий – больше половины по рабочим специальностям. Соискатели могли пройти собеседование в отделах кадров предприятий, здесь же на ярмарке. Кроме того, получить консультации у специалистов Центра, как быстро найти работу, пройти переобучение или повысить квалификацию. Из состоящих на учете граждан только треть работала по рабочим профессиям. Поэтому вот этот дисбаланс, который сейчас имеется на рынке труда, мы стараемся компенсировать проведением специализированных ярмарок-вакансий по рабочим профессиям. Список самых востребованных профессий в Самаре возглавляют пять специальностей – водитель, кондуктор, фрезеровщик, слесарь и токарь. И, как уверяют в Центре занятости, возрастной ценз, устанавливаемой работодателем вне закона. Найти управу на нарушителей можно в суде. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.